Принимают перуанцев. На этом стадионе бразильцы в официальных матчах крупных серьезных турниров проиграли в своей истории только однажды. Это было в 1950 году. Вернуться разочарованием для гиганта? Да, это может обернуться просто сумасшедшей катастрофой для бразильца, потому что все отдают предпочтение именно им, и они очень здорово шли по дистанции этого турнира. Ну и самое главное в концовке не поставить кляксу. Здесь все, здесь Неймар, болельщики, барабаны, здесь, конечно, и перуанские болельщики. Шмурнов настоящий полиглот, на всех языках прочитал премью к этому матчу, и нигде не было написано, что этот матч начнется с минуты молчания. Пошел обратный отсчет. 9, 8, 7, 6, я троплюсь. 5, 4, 3, 2, 1. Шмурнов Герич работает для вас на этом матче в Бразилии-Пе-Ру. Перуанцы начали с центра поля. Важнейший. Вновь игра. А у сборной Бразилии есть потери. Это Виллиан, полузащитник, нападающий. Да, действительно, в Европе такого турнира нет. Был маленький лига наций, который теоретически мог выиграть. Перуанскую сборную со счетом 5-0. И там уже после первого тайма все было ясно. Там 3-0 вопросов было к суде. И в полуфиналах были вопросы по судейству. Если на групповой спице со сборной Бразилии дальний удар мимо. На этом турнире твоя одна из любимых выражений глубинный опорный. Дальний глубинный. И вообще, напомню, Бразилия не выиграла у Парагвая за 90 минут. Ничья 0-0. Странное решение Кадмибол. Далги его нет. И так сборная Перу. Штрафной. Кристиан Куэма бьет. И Алисон провожает мяч, который пролетел рядом со штангой. Но здесь все контролировал. И чур в ней. Что он может быть тем же заменителем Неймана, например, в Барселоне. Перуанцы продолжают вести себя смехом. То есть могло быть 6. Могло быть 6. И там, да, если уже взял кенальти. Ну как? Ну-ну-ну. Есть данные? Были сигналы. Перуанцы продолжают отводить. Не могут командой работать. Ну понятно. То есть работает только четвертьфинал у Лиги Чемпионов, но не получать назначение на финал. Ну, есть хорошая контратака. Нет, там падение игрока. Перуанский сборный удар. По ногам достается Алексу Сандро. И штрафной назначает арбитр Тода. Тоба. Я забил первый мяч после стандарта ворота сборной Перу. На групповой стадии. Хорош. Шизос. Ну, а Гентиной сыграл Сквердер. Ну, а начинал вообще Ришанельсон с Неррисом на этот турнир у Бразильцев. Аппетитых недоволен сейчас, что разбивает и грудь обрабатывает против него. Один, второй, третий на подстраховке. Жизус. Подача обоих. Гол! 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 Эвертон выводит Бразилию вперед. Конечно, не должно было быть вот такого обволакивающего футбола без моментов. Бесконечно. Бразилия благодаря Габриэлу Жизусу создает вот этот свой шанс. И сразу его реализует. Браво! Просто молодцы. Он ведь второй уже такой финн совершил. Перекладывая мяч на ги на ногу. В Европу на какой-нибудь хороший, сочный контракт. С европейским клубом. Даняловец. Подача. Мне кажется, второй мяч сборной Бразилии. Уже Константин об этом коротко упомянул. Представляя весь турнир. Все поприличнее. И будем надеяться, что мяч здесь входит. Играет в режиме Бразилии. У них очень хорошая аритмия. Вот даже отрезками, если брать, они где-то могут взорваться. А, может срезать угол Фермино Каутинио. И мяч рядом со штангой проходит. Медленно, медленно. Но в последний момент взрыв. И, пожалуйста, Бразилия подходит к голевому моменту. Да, бывшие партнеры Поливер. Примерно, как вы называли, Тигр. Длинный пас вперед. Ну вот, Алиса и Геррера, конечно. И Корнион. Подача. И вот он удар центрального. Там надо побороться еще. Чем-то на Валерия Кузьмича не помню, что он похож на Гаррека. Да. В правой, но и на Луисес. Утинио. Заброш штрафную. Обратно на Артура. Здесь шесточайший стык. Скорее всего, бразилицы неправы. Да, это Кады Жезус нарушил правила. И первая желтая карточка. Пожалуйста. Тильцы выстроились, а? Как неплохо выглядят эти ребята в желтых майках. А атакуют ребята-выпускники с этой красной паласы. Какие-то микродуэли. О-хо-хо-хо. Здесь Эвертан здорово сыграл. Но учитывая, что не видно вообще. Сейчас это может быть пиранцы с мячом. Момент и похоже на угловой. Да. Вот он шанс для мяча. Нападающей Ливерпуля. Дальше Даниал. Вес между ног проповариваю. А зачем второго? Это можно было уже посадить. Восстарю. В горной Чили. Даниал вес у мяча. Передача на таком бреющем. Подальше. Вот это взаимозаменяемость. Постоянно есть у бразильцев. Передача. И Роберто Фермино. Центр форвард этого легкого состава нападения. Вот на этом. Ой-ой-ой. Как красиво переиграл здесь игрок. Карелия. Карелия. Маркини от Бразилии аккуратненько встречает. Вот кажется, что бразильцы порой тренеры говорят, что имитируют. Правление потерял игрок перуанской сборной. Здесь Александр спину ставит уверенно и не пускает мяча игрока перуанца. Ну а что, такой призем. Дошли до чужой штрафной. Будет удар. Мой момент. Рука. Рука. Опа. Фенальти. А была ли там игра? Вот сейчас это самое интересное. Потому что когда... Забили все пять. Гереро. Гереро. Удар 1-1. 1-1. Перу забивает. Мало кто в это верил. Но они все-таки смогли. Они дошли до чужой штрафной. Заработали фенальти. Спорный, не спорный. Неважно, он назначен. Он исполнен. И Гереро перехитрило. Неплохо. Траука здесь защитник. И чужую штрафную. В момент, когда можно будет подкатиться. Артур Круген головой. Передача. Габи Джеттос. Гол. 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 Жезус. Да, конечно, поверили перванцы. То, что удача сегодня повернется к ним. Но Бразилия очень быстро, очень быстро вышла из этого подземелья. Какие же они молодцы. Это не подкат, а подкатище, который сейчас делал Роберто Фермино. Фермино, который выждал вот тут. Два полузащитника и линия атаки. Слева 19-й Эвертон, справа 9-й. И в атаке подача Алекса Сандра. Удар не получается. Чья бы сила, но мяч в страфной сборной. Что-то хорошего такое. Почти суть, да. Уже выбили удар Дарня Львиса. Добавление перванцев, но мяч выскочил. И тут желтая карточка бесспорная. 1-1 по предупреждениям. Ренат Атапи приносит извинения Филиппа Каутине. Деваться, открываться всегда опасно. Но, по-моему, они выберут первый вариант. Фермино, дальше Эвертон не ударит. Жизус, Каутиньо, страшной удар. Ой, какой удар. Филиппа Каутиньо практически с места пробил сейчас Каутиньо. Мяч у него немножечко под ногой был. Вот красная площадь. Хороший, глубокий заброс. Пенальтик? Да нет, конечно. Был открытый сейчас Жизус. Момент Фермино. Не попал по мячу Роберто Фермино. Не по пенью, не по паденью. И сейчас даже был Фермино. Чуть голову. Ну, а дальше этих моментов было еще три. Это голы. Карильо, подача мяч через голову Дани Алвеса. Перелеп. Не, Бразиль. Ты как Хасепаула Герреро. Ну, Павертон забил практически все южноамериканские попадаются. Вот Эвертон. Врезается Александра, подача мяч через голову Дани Алвеса. Рекон со штамбей. Вот здесь он сыграл как на Сайпе Флорес. И все время... Ох, как здорово сыграл Эвертона. И ударка вот создал свою Голливуд. Он же мог остановиться. Дело было на чужой половине поля. Остановиться, отдышаться. Заехать на пидстоп, поменять бутсы и так далее. Перуанцы. И обратите внимание, Казимира просто не уходит с позиции, как ты правильно заметил. Очень интересная позиция. Он все время получает мяч между линиями. Мяч быстро разворачивается. И это создает направо здесь Карильо. Подача. Но там нет Герреро. Да, но там и без Герреро. Перу перехватывает инициативу постепенно. И... Здесь даже никого из ребят в белой форме. Маркинис мяч выбивает там... Не только ближайших партнеров, но всю команду к вот этому прессингу. Прессингу. Эвертан... Конечно. Нужно атаковать, нужно искать третий гол, но нельзя перуанцам давать хоть какие-то... Ой-ой-ой, удаление! Удаление! Габи Жезус, до свидания! Выйти Флорес на ударную позицию. Атака продолжается. Куэвер. Момент. И травуков в ближний угол. Уголову. Полторы слезы. Рио-де-Жанейро слезам не верит. Но он действительно мог быть героем. И очень много... Эвертан проскакивает. Но Гальеце успевает. Пенальти! Ничего себе! Пенальти! Эвертан! И это не... Разбег, удар, гол! Гол! Бразилия! Выиграет девятый трофей в истории Копа Америка. Петро Гальеце как мог летел в этот угол. В тот угол, где он раздобыл команде путевку в полуфинал. Тогда... От него же. Двадцать минут команды сыграли. И все-таки перванцам нужно как-то менять. С вами.